Всем привет! С вами Комаров Виталий и в этом видео я хотел бы, чтобы вы послушали телефонное интервью со Степановым Романом Васильевичем, основателем фонда Добро в Пути. Этот фонд занимается тем, что помогает детям-сиротам решать их законные права, помогать им. Реквизиты этого фонда будут указаны в описании к видео. Многие, конечно, скажут, и что, разве можно верить такому человеку? Вообще, можно ли верить фондам? Я сейчас сказать, поверил почему-то. Потому что нашего брата бывает не так уж и редко и не так уж мелко. Что же говорить о детях-сиротах? Так что слушайте. Не забываем реквизиты фонда в описании. Слушаем. Я хотел бы сказать спасибо за то, что вы отозвались. Потому что я реально делаю то, чего не делает никто. У меня, я просто пару слов скажу. Я против политиков, в принципе, ничего не имею. Но когда политики говорят такое, я готов их косить налево и направо, понимаете? Ну, я с вами согласен. Нельзя допускать того, чтобы на детях зарабатывали. При том, что я вырос в детском доме, я прошел такой ад. Не передать никому на словах. Это даже и пережить невозможно. Не то, что кому-то передать. Поэтому я принял решение создать фонд и быть на страже порядка за детей. Что, в принципе, я и делал уже почти 20 лет. Но сейчас я перешел очень активным действием, понимаете? Ну, вы это уже заметили. Ну, это да. А одному-то тяжело. Ну, на фоне всего, на фоне всего, я очень тяжело заболел. Об этом я мало кому говорю. У меня тяжелейшая хроническая почная недостаточность. Я каждый день сижу на диализах, на вот эти мешки, на перитониальном диализе. Есть диализ, гема, который через сутки. А есть перитониальный диализ. По пять раз в день я сливаю и заливаю жидкость. У меня в желудке трубка на животе. Операция такая тяжелая была. И вот представьте, я вот то, что вы видели по моему интервью, я постоянно бросаю все, еду в тот или иной регион. Ну, понятно, там жизнью рискуешься, делаешь. Но самое тяжелейшее для меня, это когда с собой таскаешь по три, по четыре ящика лекарств. Потому что у меня один ящик, это 10 килограмм в день, чтобы моя почка, у меня же одна почка отказала, а я нет. А вот эти лекарства, это называется искусственная почка, которая поддерживает вторую почку. Особенно-то так было, и малейшее, если я какую-то процедуру пропускаю, то это реанимация моментальная. Мне очень тяжело, приходится лекарства с собой таскать, когда куда-то едешь. Это нереально тяжело. И плюс фонд, и плюс дети, и плюс обязательства. Я не знаю ни один фонд, который бы тяжело болел, бы директор, ни какой-то там сотрудник. И при этом нет денег на действия, нет денег ни на что, и мы уже без денег работаем много-много лет. Поддержки ноль, благотворителей ноль. Ну, а кому надо, чтобы фонд раскручивал чиновников в тех или иных схемах. Никому не надо. И многие силы таят за то, чтобы у фонда денег не было, чтобы фонд сломался, чтобы фонд не действовал. Но все обломались. Во-первых, я верующий человек. Я родился 21 сентября, Рождество Богородица. Меня Богородица оберегает, Господь Бог. И только Господь Бог не помогает выживать и работать без средств. Но это тяжело. Мне это не передать словами. Вот такие дела. Ну, финансово у меня нет возможности вам помочь. А вот сделать ваш фонд более популярным, это возможность есть. У меня около 2700 подписчиков. Ну, это не слишком много, но все-таки. Я бы согласился вас поддержать бы в этом деле. Ну, я был бы вам благодарен, если это возможно. У меня вот на сегодняшний день самая главная просьба. Я каждый месяц сижу на тяжелых препаратах. Ну, там, по почкам. Это два укола. Этот Мерцера есть такой препарат. Он иностранный. Мне его доставать очень тяжело каждый месяц. И у меня там еще ряд лекарств, которых надо пропивать. Вот, если бы как-то можно было к вашим, там, друзьями, не знаю, кому-то обратить, ну, показать материалы, чтобы люди видели, что я порядочный человек. Но в данный момент мне бы хотя бы по медицине, если бы поддержка была бы, я бы более эффективно работал бы, более эффективно делал бы дела. Потому что сейчас наступил укол, который нужно сделать, вот или сегодня, или в понедельник, я не могу найти поддержку. Потому что каждый укол стоит 11 тысяч рублей. Мне в месяц надо каждый месяц 20, почти 25 тысяч, только на уколы вот эти два. Потому что уколы делаются один раз в две недели. А без него никак. Это от кальция. Если его не сделать, у меня руки, ноги начинают выкручивать. Потому что из-за того, что у меня почки нет, у меня низкий кальций. А его надо поддерживать уколом и препаратами. Ну, мало того, что идеалии сделаю. И вот таблетки, вот эти всякие, альфа-кальцидол нужен, мерцера нужно. Ну, вот это все. Я, пока у меня возможность была, я своими силами старался поправляться. Но сейчас уже не могу. Я вам честно скажу, не поверите, у меня уже два дня в доме еды ноль. Что-то покатил. На одной воде сижу. Но я привык так. Я периодически так бываю. Потому что когда ты на детей вытратишь все, что у тебя есть, по-новому искать тяжело. И людям не все радушные помогать. Знаете, каждый у себя идет. Сейчас такой народ. Как один человек сказал. Моей семье хорошо, а что за двором, мне все равно. Пусть хоть полгива и друг друга. Сейчас многие так живут. А я живу наоборот по-другому. Я сначала помогаю людям, а потом думаю о себе. Но это реально так. Так, хорошо. Вот у меня сейчас телефон записывает. Вы согласны, чтобы я опубликовал вот эту запись? Не помните? Да, без проблем. Я только за. Хорошо. Мне просто сейчас нужна поддержка от добрых людей, чтобы мне легче было заниматься добрыми делами. Потому что, не поверьте, это очень тяжело. А вы все мои материалы видели? Практически все. Вы у нас в Башмакове бывали? Я тогда до вас дозвониться не мог. Да, я в Башмакове был. Я в Тамбове был. Я в Краснодаре был. Сейчас я еще одну командировку тяжелую собираюсь. Там в одном регионе, в ТВ-банк, сто семей кинул на жилье. Ну, то есть, он дал ипотеку. А когда был карантин, многие не смогли заплатить там какие-то копейки. И за эти копейки у людей поднимали дома. Там затронуты интересы многодетных и семей. И ущемлены права Блинкских детей. Потому что наш фонд детям Блинкских помогает не только сиротам, но и другим детям, которые подвергаются каким-либо насилием, еще чему-то, домашнему насилию. Ну, всякие ситуации бывают. И вот я сейчас собираюсь где-то во вторник в эту командировку тяжелую. Но там опасность будет высока. Потому что там как минимум 500 миллионов замешаны. Там замешаны филиалы ВТБ в этом городке. Купили суд, купили администрацию. Администрация полностью за банк, потому что банк всех проплатил. И я один простой человек поеду решать эту проблему. Мы снимем репортажи, мы снимем интервью людей. Я сниму какие-то дома у людей поотнимаю. Там тяжелая ситуация будет. И плохо оттуда живым приехать. Но я такой человек, я такой человек, что я в жизни никого никогда не боялся. Я всегда и шел в обанк. Потому что я с Богом. Я вам даже честно скажу, раз вы пишете, я за свои 20 лет, за свои 20 лет, я много сделал для детей. Я 3000 детей отбил. Ну, там, где помещали их в психушке, отбирали жилье. Насилие было, и делазисло, и педофилия. Я смог защитить за 20 лет 3000 детей. А 3000 детям, мне я один человек, мне удалось вернуть квартиру. Представляете, это 35 регионов. Я один, а этих уродов много, чиновников. Но мне удалось, скорее всего, убрать только 3 губернаторов. Это большая работа была, это тяжелейшая работа была. Я пережил 5 покушений, 2 уголовных дела. Так, хорошо. Да, а вот у нас то, что вы в Башмакове, вы в Башмакову были, какие-то вот подъюжки-то были, отказались кто люди, нет, от своих... Нет, никто не поддерживал. Ну, в Башмакове, смотрите, картина проста. Власть правительства выделяла деньги. На каждого сироту по закону, как оставшиеся для ступчения родители, вы же пишете, да? Да, пишется. Вот. Как оставшиеся для ступчения родителей. Каждому сироте положено в любом регионе России 5 миллионов рублей. В эти суммы входят квартиры, это 2 миллиона, это образование, и это подъемные детям-сиротам. Что происходило в реале? Башмакове поставили коробки, разобрали свинарники, разобрали коровники, ну, вот это не... которые уже не рабочие коровники, свинарники. Из этого некачественного материала поставили коробки, ну, домики, типа, квартирные. Вот. Кирпичи, блоки, выложили не на цемент, а на клей. И, притом, на самый дешевый какой-то там клей. Стены тонкие, как листик. Понимаете? То есть можно стену продолбить. И каждый домик такой большой чиновникам в 200 тысяч рублей, не больше. Потому что материал дешевый, а рабсила дешевая. Что происходило? Они с райдингом облепили эти домики, чтобы со стороны не было видно, что это дешевый материал. Пригнали прессу местную, отсняли, что якобы, улай сдала детям квартиры, там 57 домиков таких поставили. Во дворе ничего нет, ни туалета, ни сараев, ничего. Домик на два человека. А сирот доставили расписаться за полтора миллиона рублей, каждого притом. А кто откатывался, далили жестко. Ну, кого в тюрьму, на кого дело заводили. Ну, пресс был конкретный. Детям держаться некуда было, дети подписывали такие документы. Один человек, кто когда у меня пока не испугались. У меня есть документы, у меня есть письма, это все в принципе и ВКонтакте, и на сайте есть письма, жалобы, вся, все возможное. Но, потом я приехал в Пензу, не, когда я приехал в Башмаково, меня вели три машины. Две машины, это были менты, третья машина, это бандюки-бандюки какие-то там были местные. Ну, видимо, давно было слезко, что я буду делать, какие шаги буду предпринимать, с кем общаться буду, что снимать буду, ну, и все такое. В рейсках нам не приближались, они поняли, что человек приехал из Москвы. Меня сопровождала женщина, которая там все знает. Вы на наведеле, там одна бабулька давала мне интервью, подробное. А? Понял, видел я это. Да, потом, я приехал в Пензу, в САМУ. Я пытался связаться, с властьями, с уполномоченным по правам детей, с помощником губернатора. На контакт никто не пошел. Дальше. Вышли на меня две сироты, самой Пензы. Оказывается, у одной сироты есть папка документов. Там четко. Есть список детей-сирот. 420 сирот, которые были, должны получить, были квартиры, никто не получил. То есть, 2 миллиарда положили в карман. Сирот загнули, большую часть, сирот загнули раком, по-русски говоря. Понимаете? То есть, заткнули им рты. Кто пытался там вопеть, ну, они нашли способы им рты подокрывать. Но две сироты, там есть такая Наталья и Татьяна, не побоялись дать интервью мне напрямую все как надо. Мы даже документы отсняли. Какой там список сирот, там, ну, Арманом, по сути, выманила эту папку этих документов, но чиновники не в курсе были, что эта папка у кого-то находится. И хорошо, что эти документы попали мне. И она, и эти документы у нее еще, слава богу, лежат. Я говорю, ты береги пока, не требует, и береги. Комиссия приедет, покажешь, я организую туда проверку. Вот, это, что касается, и когда я уезжал из Пензии, ко мне пришел какой-то полковник, ну, может, переодевшийся, кто не знает. Благо, у меня дверь была закрыта в гостинице. Хотели взять все материалы, все видео, все документы, все, что я нашел, все, что я нарыл. Пришлось уходить через третий этаж. По сторонам, по простыням, два выхода не было. А так, если бы они ворвались, то все, ничего не было. Может, еще и отупаться подложили бы. И я успешно в ту же ночь уехал, чтобы не провоцировать местную власть. Это, что касается Пензы, что касается Тамбова. В Тамбове за короткое время упаковали в психушке 125 тысяч сирот. 120. Одним махом. Ничего себе говорю. Да, упаковали в психиатрические доведения. Об этом мне, я поехал в Тамбов, хотел пообщаться с людьми, никто на контакт не пошел. Повод такой, что карантина. Одна карантина там нет. Просто они боятся очень Москвы, и самое главное боятся проверки. И я хочу заехать проверить. Я думаю, там не 120 детей сирот будет, а 500 или 800 детей сирот в психушках. Это Тамбов. Что касается Краснодарский край, Армавир. В Армавире что она делает? Там есть 60 многодетных мам. Так вот, эти мамы имеют кто-то 5, кто-то 10 детей, кто-то 15. И сродощита неблагополучных семей она вообще почему-то их не проверяет. Даже если не попали от другого, убивают, насилие, они не интересны. То есть, сродощита требует деньги от благополучных семей, для детей. Они же получают как бы опекунские, понимаете? Вот. И она им обозначает так, 50 тысяч в год платите, живете спокойно, вас никто не трое, не древожит, не проверяет. Почти 59 семей платят успешно и не лезут на рожон. Но одна семья пошла на потятную, когда ей предложили платить. Она говорит, за что я буду платить, если я воспитываю детей? За что? и на нее всех собак кинули прокуратуру, следователи там провокацию сделали, там и на коту подложить, чтобы ее прищучить. Но эта семья оказалась крепким орешком, они обратились к нам, мы приехали, сняли репортаж, вот. Мы показали, что в этой семье все хорошо, что, ну, в общем, мы дали понять обществу, что Создащита зарабатывает деньги на этом. Те, кто не платит, они с такими людьми расправляются. Сейчас там идут суды, сейчас там эту семью пытаются задавить, отца посадить, там провокацию нашли. Вот я сейчас тоже этой семьей занимаюсь, тяжелейшая ситуация. Но дапись идет, да? Да, и записывай, записывай телефон. Ага, смотрите, что я теперь хочу сделать? Я думаю, что этого не делает никто. Первое, в рамках благотворительного фонда «Добро в пути» я нашел звукорежиссеров, сценаристов известных, актеров. Мы хотим, у нас есть такая цель, снять фильм о реальном положении в детдомах, о реальной картине в детдомах, о том, что их насилуют, подбегают издевательства, педофилия работает очень плотно. А, я вам сейчас расскажу заодно педофилию. Было дело, я ехал в Киров, в Киров поехал, ко мне обратились дети. Сказали, нас насилуют, помогите, все такое. Я, так как я многих губернаторов попересажал, я подумал, что меня просто пытаются вытянуть на нейтральную территорию, чтобы разобраться. А там сеть, за то, что я поднимаю такие вопросы. Я приехал, действительно, оказалось, что там есть детский дом, который приезжает педофилы, влиятельные. Это могут быть и чиновники, и силовые структуры, и бизнесмены крупной Ореховой Гилы на Кировской области. Они забирают только мальчиков до 12 лет. Платят за каждого ребенка за час тысячу долларов или тысячу евро. Вот вам приводят этих детей никаких. Так вот, дети мне дали подробную, кто их насиловал и кого насиловал. Они дали лицом камере, потому как я сам дедоновец, они поверили у меня и не ошиблись. Они рассказали кого, кто, что с ними делали, где и даже в каких вариантах. Я не буду просто такие вещи услуговорить. Я нашел номера машин, педофилов, которые приезжали с детьми. Я нашел дневники детей. Дети написали письма Путину там всем, кому возможно. Меня вызвали в администрацию. Так и так. Вот вы приехали разбираться, вы неправильно все поняли, давайте мы поговорим, дайте нам те материалы, а мы ваш фонд там, ну, как бы поблагодарим, вам же помощь нужна. Вот 12 миллионов мы вам готовы дать. Я не выдержал. Я говорю, вы черти охренели что ли? То есть вы думаете, что я приехал блюстить интересы ваши? Вы позволяете насиловать детей, а вы думаете, что я приеду защищать вас? Вы дураки что ли? Вы перед тем, как мне такое предлагать, вы сначала узнали, кто к вам приехал и можно ли со мной договориться? Вы что, дурные? Если бы вы сейчас попересажали бы этих педофилов, мы бы с вами руки другого пожали бы. Ну вот. Потом мне сказали, ты отсюда не уедешь живой. Ну, приходит позвонить своему лучшему другу, он в спецслужбах работает, хороший человек. Приехали люди в эту же ночь и зимой вывозили меня в багажнике. Так посты были проставлены от Кирова до Москвы, чтобы меня перехватить. Понимаешь? Я довез материалы, передал куда надо, потом приехали ФСБшники, первый канал Малахова передача была. В этих же салонах, где я пояснил, позвали педофилов в поличном. Ну что характерно, после этого, чтобы оправдать губернатора Кирова, статья местная вышла, дети сами захотели. Вы что, дураки, что ли? Росление малолетних это уже статья. Вы бы хоть бы постыдились в такое опровержение писать. При том, что у меня доказательства на руках до сих пор от той давности. В общем, губернатора посадили, слава Богу, по моей проверке. Там еще они его нашли кучу всего. Детей оправдали, защитили. Ну, директора, я думаю, он уже давно сидит. Вот. Поэтому я понял, что детей защищать никто не будет. Дети незащищенные. Мало того, что когда они находятся в детском доме, они не знают своих прав. Они не знают, что с ними, как бороться. Они не знают, как встать на очередь. Они не знают, что есть такая очередь. Они не знают, на что у них права в принципе есть. После того, что я увидел эти кошмары, ужасы, все такое, только в Белгородской области почти тысячи детей было помещено в психушке. Там украли 4 миллиарда рублей. После этого я начал активно по 35 регионам ездить, защищать интересы детей. Я смог отбить 3000 детей. Ну, там и от психушек, и квартиру мы удалось им отбить. Понимаете? Да. И у меня появилась задача сделать фонд, на ноги поставить. Я знаю, что никто не рискует жизни, не лезет головой в пекло. Никому это не нужно. Просто никому. Всем наплевать. У всех дети только мыло, жар подать денег. Дети для них не люди. Дети для них просто я не знаю, воздух или как еще назвать. Я не понимаю, это звери. Это не люди, это просто звери, которые сидят у власти. Так вот, я решил сделать фильм о реальной картине в детдомах. Через нужных людей на меня обратил внимание Никита Михалков. Возможно, он будет делать этот фильм. Сейчас пока решается вопрос финансов. Мы хотим реально показать, как дети живут, как дети получают, не получают, жилье, как они подвергаются насилию. Будут актеры, которые будут играть роль директоров, губернаторов, детей, меня. Я, наверное, сам прямой участию фильмы. То есть мы покажем, что как было с 97-го года и по сегодняшний день. Это будет бомба на весне. Понимаете? Потому что пресса не всегда не показывает истину. Она так что-то поверхностно скажет и все. Это первое в рамках фонда. Второе в рамках фонда мы хотим через Госдуму протолкнуть закон, если получится, об общественном контроле. Сейчас доступ к детским домам имеет кто? власть. А власть что у нас делает? Обкрадывает детей. Общищает. Для них все доступно. А мы хотим, чтобы доступно было для простых людей. Чтобы доступно было для фондов. Чтобы доступно было для благотворителей. Для адвокатов. Для правозащитников. Чтобы общество видело, как кормят детей. Как содержат, как обучают. Как к ним относятся. Как одевают. Согласитесь, так согласен с вами. Конечно, так должно быть. Это второй вариант. Это второй проект фонда. Но самый мощнейший проект фонда мы сейчас подготовили. Мы хотим открыть горячую линию на всю страну. Мы хотим сделать колл-центр. Мы хотим на колл-центр посадить юристов. Как минимум пять. Мы хотим, чтобы дети имели доступ не только бывшие воспитанники из детских домов, а и те дети, которые в детских домах, чтобы они могли вовремя сказать, что их насилуют, что их убивают, что над ними издеваются, что они подвергаются насилию или еще чему-то. кого-то хотят отправить в психушке и все такое. Понимаете? Вот. И мы хотим психологическую помощь создать, юридическую помощь создать. И самое главное, мы хотим, чтобы наши юристы по первому зову выезжали в регионы, если где-то что-то тяжелое. Не важно, кто перед нами, какая бригада будет, губернаторы, генералы, депутаты, не важно. Нарушаете закон, отвечать будете. И у нас будет команда по сбору информации по всей России, что, где, как с детьми происходит. Мы расписали, я сейчас полностью проект не озвучу, потому что он тяжеловатый. Но такого проекта ни в Кремле нет, ни уполномоченного по правам детей. Ну что характерно, Кузнецова имеет, она уполномоченная по правам детей России, у нее муж священник, у нее свои дети, с какой совестью она живет, что она плюет на детей всех, она никому не помывает, она письма игнорирует, она плевать на все, что хотела, она где-то взяла, где-то ребенка на руку подержала, на руках, типа она что-то сделала. да ты приедь в любой тяжелый регион, посмотри как дети живут, посмотри как что-то происходит с сиротами. Получается, я выполняю работу всего аппарата уполномоченного по правам детей, понимаете? Ну и на фоне всего я, конечно, заработал тяжелейшую болезнь, это нервы и многое всего, и много другое. Я имею в виду хроническую тяжелую почву, недостаточность. Но несмотря ни на что, да, у фонда нет денег, у фонда нет благотворительных, у фонда нет поддержки. По сути, мне лечиться ни на что, я стараюсь как-то своими силами, но мне уже тяжело, но я это делаю. Но я не знаю ни один фонд, который бы тяжело директор, директор, а не какой-то там сотрудник болел, и при этом человек лежит в пекло, несмотря на то, что я тяжело болен, и вытаскивает детей из тяжелых ситуаций. Я поднимаю тяжелейшие должна поднимать. Я не понимаю, для чего Путин каждый год создает горячие линии свои. Он ни разу не дал выступить в открытой форме, чтобы рассказать ему о проблеме в детских домах. Мало того, когда они говорили, мы все записали, мы с вами связемся, мы вам поможем, ни разу за 20 лет никакой помощи не было. Ничего власть не сделала за эти 20 лет. Ничего. только грабят народ, только чистят детей, забирают квартиру, все такое. Но самое главное, на верхах сидят чины, которые сидят на долях, а губернаторы и ниже люди, они засывают доля, чтобы их не проверяли и не шустили, чтобы они спокойно могли грабить детей. Это пора останавливать. Молчать нельзя, все. Пришло время не только говорить, но и пришло время действия к активным. Согласны? Согласен с вами совершенно. Хорошее дело выделите. Я такой человек, что я никого не боюсь. Я пережил многое. Я вам расскажу схему сейчас, как работает схема, когда детей отправляют в дома. губернатор того или иного региона видит, что в этом году выпускается допустим 300 сирот. Ему присылают заочно деньги по 5 миллионов на каждого. Они обязаны выпустить их в училище, институт, но кто куда хочет. Схема работает в другом варианте, в другом русле. директоров детских домов вызывает в администрацию, рекомендует на детей написать характеристику, любую, чтобы она позволяла их отправить в психушку. Психиатры ставят на основании характеристики диагноз ашерифрения тяжелой стадии. Суды масштабные этих детей 200-300 признают недееспособными на пожизненно. А уже полиция по системе поведки детей направляет в эти психушки на пожизненно. А деньги остаются у власти. Но там могут двум-трем сиротам дать что-то, чтобы показать Москве, что вроде они работают. Понимаете? Официальная статистика из 100% каждого региона, которые выпускаются дети, только 8% получают все, чем положено. А от остальных просто избавляются. Или в зоны, или в психушке. Или запугивают. А еще большая часть детей, которые уже допустили свои законные права на жилье, они вообще ничего не докажут. Притом, что власть, особенно администрация, обязана объяснять детям, что на что они рассчитывают, на что они имеют право. Ну и не говорят заочно. А потом говорят, так если вы раньше были, и все. Элементарный ответ. «Жесть полная». Да, вот такая у меня тяжелая. Но это только я поверхностно рассказал. По документам там еще жестее. Там еще сложнее, еще тяжелее. Поэтому я, конечно, не забыл, как назвать. Виталий. А, Виталий. Ну что, Виталий, я буду надеяться, что если люди откликнутся хоть как-то помочь, я был бы благодарен. Помощь, конечно, нужна. У нас никого за спиной нет. За спиной у меня только Господь Бог и я. Людей нету. Никто помогать не хочет. Вы мне реквизиты тогда также в одноклассниках сбросьте хорошо свои. Да, реквизиты по ямовой карте, если это возможно. Реквизиты телефонские, по которым с вами можно связаться. Вот этот номер, да. Хорошо. А карту я могу продиктовать или не надо? Можете продиктовать даже сейчас. А, да, ну, у меня карта 42 76 38 01 27 89 86 95. Я буду каждому человеку благодарен, если кто-то поучаствует в судьбе детей рублем. Вы поверьте, я готов рисковать жизнь, я не боюсь, я уже эту дорожку отработал, оттоптал. Вот. И готов работать, но мне нужна поддержка. Я не прошу миллионы, миллиарды. Я, слава богу, за все года, что я работал, честно вам скажу, мне на предлагали 120 миллионов. В том или ином регионе были разные дела, тяжелые. И когда я приезжал, я тогда работал не в фонде, я тогда работал в организации за права человека движения, очень много денег предлагали. Любой бы человек сломался перед такими суммами, ни разу не взял работ ни у кого, ни разу. Я понимал, что если я хоть где-то возьму копейку, ну, за детей, все, во-первых, это преступление для меня, и перед богом я уже не смогу спокойно спать. Я жить спокойно не смогу, и тратить такие грязные деньги не смогу. Поэтому я от криминала, слава богу, деньги не брал, от чиновников, были такие чиновники, которые замешаны в грязи, они прям помощь охотно, прям как благотворительность. Я не брал, нет, ни разу. Если бы я был коротственный человек, то, конечно, по-другому все было бы, но я человек верующий. Поэтому я жду помощь только от православных, от верующих, от порядочных людей. Пусть лучше каждый по 100 рублей даст, фон, но это будет честное и доброе, чем брать от бандиков, которых ты же будешь, ну, я извиняюсь, чиновников. Как можно от них брать, когда ты против них топаешь, правильно? Согласен. Когда ты сейчас пытаешься сказать, да, я ему денег дал, что он тут делает? Как он может что-то делать, если денег на развитии, то и все. Поэтому я четко проверяю того, что поступает. Я знаю, что сейчас пойдут большие дела, сейчас в ближайшее время пойдут большие посадки, я доведу дела до конца, я это не оставлю. Дети уже в курсе, что есть такой фонд, который помогает им. Но вообще моя цель, чтобы когда не даром мне очень мало осталось, мне никого осталось по моей болезни. Я очень спешу завершить дела, очень спешу, потому что я не думаю, что есть такие же люди, которые бескорыстно будут рисковать жизнью, лечь в пекло и вытаскивать детей. Я не думаю, я таких еще не видел. Я болюсь, когда меня не станет, фонд просто умрет. Мне может год два максимума осталось, потому что у меня болезнь тяжелая. Дай бог он дожиле. Где-то года два, год два, не больше. Потому что я уже четыре раза был в реанимации в тяжелом состоянии. Пока Господь не навал, Господь дал мне жизнь, видимо, для того, чтобы я завершил дела. Я при раза терял сознание на ровном месте, была такая ситуация, потому что лекарство не всегда достаешь и сразу оказывался в реанимации. 52-й больнице, в Боткинской больнице, это постоянная больница, куда меня постоянно ложат. Вот. цель моя, я хочу, чтобы дети, видя, что делаются добрые дела ради них. Цель такова, я хочу, чтобы они тоже по выходу из детского дома были добрыми и помогали другим детям. Это хорошее желание, правильно? Согласен с вами. Чтобы цепочка не прекращалась, чтобы цепочка добра не шла дальше. Я желаю, чтобы такие ребята тоже хотели делать то, что делаю я. по цепочке дальше. Но как это достичь, пока не понимаю. Дай бог здоровья вам. Дай бог, чтобы все так получилось. Так, спасибо вам за интервью своеобразное такое. Я опубликую это видео на своем канале. Мой канал Комаров Виталий. Просто в ютубе сбиваете и я в первых рядах практически. видео будет опубликовано. Я поддерживаю такие дела и заступаюсь за людей. А я вам скажу в обратный адрес. Господь видит участие каждого доброго человека и поверьте, там пишется все. И вот то, что вы фактически фактически дай бог там это все делается это помощь как минимум тысячи детей получат. минимум. Потому что если пойдет реакция и пойдет поддержка, я начну дальше работать, я начну дальше делать. то есть я могу большим детям помочь, если у меня будет хоть какой-то финансовая поддержка, хоть какая-то. Я говорю, даже по рублю, по 100 рублей, я не прошу, я не запрашиваю, как другие фонды миллионы, вот многие фонды запрашивают, миллионы, они нихрена не делают. Я знаю случаи, когда дети умирали, а под них деньги собирали. Я много таких случаев знаю, но я не хочу конкретные фонды называть, почему, чтобы не сказали, что я конкурентов убираю. Нет. Я просто говорю, что я без денег делаю то, что другие не делают за деньги. Понимаете? Хорошо. Видео я опубликую. Может быть, даже сегодня уже опубликую видео. Я вам поддержу вас. До свидания. Спасибо еще раз. До свидания. Белый забирай. Да.